Добро пожаловать на наш канал! Слышно этот микрофон? Нет? Отлично. Попробуем обсудить с вами, что в скраме, не совсем даже догмата, что в скраме логично, что в скраме под вопросом, а что, может быть, неправильно понимается, и посмотрим, что из этого что. Ну вот, да, дальше-то двинемся уже по плану. Я коротко расскажу про контекст, в котором мы все это обсуждаем. Мы компания Castis, занимаемся корпоративной заказной разработкой, и у нас, похоже, на agile процесс был с самого начала, то есть не было такой вот этой жесткой менеджерской культуры. Но в 2007 году мы внедрили с помощью Асхата и Андрея Бибича у себя скрам. Зачем мы это делали, это отдельный вопрос. Кстати, получил много хорошего и некоторое количество не очень хорошего. Меня зовут Асхат Уразбаев, компания ScramTrack. Я в 2007 году внедрял там скрам, и тоже, наверное, много чего хорошего и нехорошего увидел. Ну вот, немножко мы об этом поговорим. Давай, поехали. Да? А, я должен рассказать. У нас здесь там есть иконки, мы договорились, кто что рассказывает, но, видите, не везде они проставлены. Значит, иногда скрам воспринимают достаточно религиозно. То есть вы обязаны действовать по определенным правилам, про каким конкретно мы поговорим. И вот есть в компании люди, которые потом выбегают, Боря грустно смотрит, и говорят, а скрам у вас не настоящий. Этому картинку мы потылили у Стаса. Да, это настоящий скрам, который у них, это самое соответственно, образ, который у них возникает, он не соответствует реальной действительности. Он в основном, вы должны, да? Вы должны действовать по-другому. Вы же скрам. А люди, они вот не обязательно такие, как там написано в книжке, они так не действуют. И что тогда делать? Остается кричать, скрам не настоящий. А, окей, хорошо, что дальше? Ну, в этом смысле, значит, как это выглядит скрам? То есть есть умные люди, которые написали методичку, скрам, да? Причем вначале методички никакой не было, были, значит, просто авторитетные люди, которые ходили, значит, в режиме проповедников всем рассказывали, как правильно делать скрам. А потом, значит, и дальше вот люди рассказывали, как правильно совершать намаз, значит, на восток или на север. И были люди, которые, значит, у них не получалось что-то, они так в реальной действительности говорят, что-то не получается. И говорят, ну, ты неправильно делаешь намаз, попробуй еще раз. Вы просто не умеете работать с командой еще. Вы просто плохо самоорганизуетесь, что-нибудь такое. Если вы перечитаете методичку, а если не получится, то пригласите специально еще раз проповедника, он вам расскажет, как правильно. У меня такой вопрос к вам. Зачем скрам вообще руководитель поделен на продукт-оунера и скрам-мастера? Зачем? Ну, то есть, в этом какая-то логика же была. Зачем это нужно? Расскажите. В чем конфликт? Ну, два взгляда внутренних, ну, конкретно что это дает, скажем так? Чтобы пушить можно было, команда не загнулась. А еще? Еще? Что? Окей. Ну, вот что конкретно? Зачем это нужно? А, какие у вас умные ответы? Я не ожидал. Сейчас мы расскажем, какие были у Миши. Не, ну, реально, мы раскапывали эту ситуацию, да, значит, обычно все это, у меня это что-то про конфликт интересов, типа, невозможно же читать и писать одновременно. Нельзя одновременно думать о том, что ты делаешь и как ты это делаешь, да. Будь все время это делали и думали, может, мои уроды какие. Вот, соответственно, вернее обратно. Вот, и, соответственно, там реально, когда начинаешь раскапывать людей, что же суть конфликта-то, в чем проблема? Мне говорят, ну, а все это сводится обычно к тому, что вот козлы-менеджеры, вот этот Виталий Филиппов тоже рассказывал, что вся проблема от менеджеров. Вот, и что они, значит, короче, мешают команды сами развиваться. Их надо вот как можно больше, то есть способ разделить Product Owner с Краммастер, это вообще способ отделить руководителя от команды, чтобы он туда не лез своими грязными руками, занимался своими, значит, менеджерскими делами. Что ты сделал? Верни обратно. Вот, соответственно, ну и там есть более лояльные вещи, что там, ну, руководитель очень занят, пускай он всякой мелочевкой не занимается микроменеджментом, и, значит, пусть занимается важными своими менеджерскими делами, думает о будущем, о долгосрочных планах, а умные люди в команде сделают все сами, как нужны. Вот, ну и, значит, понятное дело, значит, снять тысячелетний гнет менеджеров с пролетариата, и, значит, сделать так, чтобы они, как раз, расправились руки, и там менеджеры, которые, наконец, мешали им все время, не давали делать правильную работу, наконец, уйдут и дадут им делать правильную работу, как они хотели всегда. Вот, соответственно, несколько примеров из нашей жизни. Они не совсем из нашей жизни, скорее так, немножко натянуты, но тем не менее. Значит, у нас была команда, очень хорошая команда, которая работала, был руководитель, сильный технический специалист. У нас достаточно частая практика, когда руководитель еще и сильный технический специалист в силу специфики нашей работы. Вот. И значит, он, кроме того, он очень умный, ответственный, и команда была очень сильная. Мы просто мерили команды каждый раз. Премию годовую, когда раздаешь, надо как-то померить, какая команда лучше, какая хуже. И мы их мерили всякими оценками с точки зрения, там, персонал их оценил, как там люди живут, как там экономика расценивала, там, заказчик оценил. Действительно, была очень хорошая команда. И был руководитель очень сильный технический специалист, очень умный и очень впечатлительный. Он очень крене верит, он до сих пор верит во все, что пишут в разных местах, в книжках. И он сказал, ну, окей, я продуктованер, я не должен лезть внутрь команды. Все, значит, кошка бросила котят, пусть, значит, занимаются, чем хотят. Вы команда, вы должны договариваться, а меня конфликты не привлекаете, разбирайтесь сами. После года примерно такой жизни, значит, реально все как-то очень сильно стухло. Вот эти замечательные, прекрасные люди, они не были социальными идиотами, нормально общались, все было хорошо. Начали бодаться по совершенно непонятным каким-то штукам, просто были такие вязкие конфликты внутри. Производительность резко упала, да, заказчик стал резко недоволен. Разобраться с тем, что там происходит, практически невозможно. Ну, потом, вот мы, достаточно старая история, мы когда с Асхатом писали, ругались эту презентацию, позвали девочку, которая была в этой команде, спросили пример конфликта, который они там обсуждали. Ну, это один из примеров, значит, там, какой-то опис внешней системы, какие-то файлики загружаются, и там вот один атрибут должен был быть не нулябельный, а пришел, короче, нулябельный. И что с этим делать? Вот они бодаются, они говорят, либо поставить заплатку и обрабатывать эти случаи, либо нафиг посылать заказчиков. Приходит продукт-тонер, он говорит, отвалите эту мелочь, я не буду это заниматься, сами как-нибудь решите. И вот они реально морду били друг к другу, дня три или четыре. В конце концов, значит, разработчик сам ушел, тихо все это запатчил, а инженеры на следующий день узнали, что это на боевом, и дальше, вот они еще три ретроспективы это обсуждали. Была куча всяких других вещей, они обсуждали вплоть до того, как назвать класс по-английски в C-sharp коде. То есть на самом деле в результате очень-очень болезненная была процедура, мы разделили их, вывели в другие команды, причем это вот именно как вырезать сверхшие почки, то есть мы кучу людей, технических специалистов с экспертизой знаний по этой команде, мы, значит, вытащили наружу, и эта экспертиза в этой команде была потеряна. Смотрите, что получается, да? А зачем я все переключил? Я хотел вас же спросить, что делать в этой ситуации? Нафиг Scrum, хорошо, вариант. А? Scrum-мастер следит за процессом. Все хорошо, как бы, ретроспектива была, значит… Ретроспектива были приняты обсуждения, обсуждения… Дили Scrum был, значит, и бумажки вешались на доску. Плохой Scrum. Он все фасилитировал, все было отфасилитировано. То есть люди разговаривали, каждому давали слово, никто, ничего, не это самое. Да, еще вопрос. Под давлением заказчикам с этим не было проблем. То есть реально никаких проблем с этим не было. Асхан, ты вон у нас. Окей, значит, смотрите, в принципе, похожие вещи, единственное, что я со своей стороны хочу сказать. Есть такая штука, называется лидерство. И получается, команда, какие-то вещи, ну, может быть, не всегда достаточно, ну, не во всех областях, по крайней мере. Давайте я пример приведу. Представьте себе, вы собрали ваших разработчиков и сказали, User Experience – это новая, клевая наша вещь, которой мы должны заниматься. Поскольку вы команда, вы классные, умные, самоорганизующиеся, давайте. Вот с завтрашнего дня мы будем ревьюить вас на User Experience. Кто, значит, не справился, я не виноват. И они, значит, должны, по идее, договориться, не сконфликтовать, понять, как нужно, суметь это все обсудить, принять правильное решение, выкатить уже качественный результат. Да? Да или нет? На практике этого, конечно, не происходит, потому что они не умеют. Никакой зрелости определенной, никакого уровня. Вот конкретно в этой области, конкретно на этот момент нет. Получается, какой-то уровень лидерства все-таки необходим. Это фактически означает, вот есть такой Юрген Апола, может быть, слышали, менеджмент 3.0, он говорит, что да, нет, вы не можете так сделать. Есть некоторая градация между тем, что я просто говорю людям, что делать, и когда я просто полностью делегирую. Сначала я говорю, ребята, вот делайте вот так, потом я продаю, я им рассказываю, почему это нужно, и убеждаюсь, что они понимают, почему. Потом я консультирую их, потом я просто, просто, они достаточно со мной договориться, потом я даю советы, а потом просто я время от времени прибегаю и говорю, ну как, у вас получается или нет. И в конце где-то делегирование, где я даже не знаю, что они это делают. Я просто давно забыл, я не проверял, я еще ни разу оттуда ничего не стрелял. Нужно постепенно сгружать. У команды есть определенная зрелость. На определенной зрелости, когда команда столько зрела, я просто не делаю кучу вещей, которые делаю на всех остальных этапах. Окей? И вот это нужно не забывать. Вторая очень похожая ситуация, значит, но только команда была, инициатива отделения была с командой. Они прочитали тоже методичку. Значит, была команда, они делали, ну чтобы было понятно, проект такая, витрина данных, которая из разных систем, значит, делает, подкачивает данные и показывает пользователю правильным образом. Они говорят, ну ладно, все понятно, значит, что, продукт-тоунер, ты иди и пиши свои истории, а мы дальше тут разберемся, что как. Вот, и он пытался, ну он тоже человек ответственный и впечатлительный, он говорит, технические специалисты, он тоже был сильным техническим специалистом, но немножко в других технологиях, то есть он был там в Ворокле, это был проект C-шарпный. И его там техническая экспертиза в результате была не востребована. И, в общем, проект был зафейлен тем, что основной риск не ушли, что производительность этого селекта, да, то есть кратко, должна открываться было 5 минут, открывалась 25 минут. Если там человек, который технический специалист, мог просто написать селекты в базе данных и убедиться, что это не делается за нужное время, этого не было сделано. И вообще ситуация вот этого отделения продукт-тоунера от скраммастера и продукт-тоунера от команды вообще, значит, она в случае, когда у вас продукт-тоунер – сильный технический специалист, а это нормальная бывает ситуация, когда у вас нет человека другого назначить продукт-тоунером, он нормально взаимодействует с заказчиком, он хорошо понимает этот бизнес, но при этом еще является дополнительным бонусом сильным техническим специалистом. В этой ситуации вы его просто физически отрезаете от команды, и в некоторых случаях падает производительность команды в разы. Смотрите, с точки зрения команды, Product Owner, с точки зрения Scrum, это вот уже скорее догмат Scrum, с точки зрения Scrum, Product Owner обязательно является частью команды. Но это не сразу так было. Scrum команды, да. Там есть понятие такое Scrum Team, есть понятие Development Team, есть Product Owner и Scrum Master. Скорее не довод против Scrum, а то, что может быть Scrum иногда понимает. Продуктор не может быть отделен от команды каким-то барьером. По крайней мере, с точки зрения долгосрочной эффективности их взаимодействия, это не очень эффективно. Имеет ли право голоса Product Owner на ретроспективе? Как вы думаете? Быстро проверю. Все welcome, да. Все имеют равное право голоса. И вот эта вот концепция, знаете, с чикен и пики чикен, знаете, да, это анекдот, конечно же. А на практике, ну, по крайней мере, Product Owner точно не чикен. Он тоже в игре, его тоже шкура в игре. И он должен… То есть, да, Product Owner имеет право принятия, может быть, не право принятия решений, но, по крайней мере, мнение его точно гонорировать нельзя. Это большая ошибка, и много было с этим проблем. Бывают часто проблемы. Может ли Product Owner быть скромастером? Опять такой вопрос в аудиторию. Зависит от зрелости. Что еще? Кто считает, что не может? Давайте я так спрошу. А почему? Скажите, почему. Вон Леша сзади сидит и говорит, считает, что… Что он будет? Подыгрывать своим правилам. Хороший ответ. Что еще? Не, не обязательно. Скромастер может не ротироваться. Примерно это не правило. Еще есть? Если он роли разделяет, то все хорошо. Если у него шизофрения, то может. Интересный ответ. То есть люди до сих пор уверены, что это все-таки разные деятельности. Я просто так спросил. Что-то надо обязательно… И было три руки. Да, да. Надо обязательно это делить. Вот на эту тему есть другое мнение. На самом деле сам Тайджайл ничего не говорит про то, что надо руководителя делить на две части пополам. То есть это чисто скромовская задумка. Вот наш говорит, что на самом деле и даже вот эти аджайловские все ценности, они не нарушаются. Если у вас достаточно зрелый менеджер и просто не управляет как рот и солдат своей командой, то есть в принципе, если у вас нормальный зрелый менеджер, то вот это разделение никаких дополнительных бонусов с точки ценности аджайла не дает. Но дополнительный плюс имеется. То есть люди, во-первых, вы можете использовать технические знания этого человека, если они у него имеются. Вы можете строить более целостную картину, понимать достаточно. То есть вы привлекаете в команду достаточно большой контекст, который иначе вы просто выкидываете. И вы можете более комплексные решения принимать. И на самом деле ситуация, когда руководитель является техническим специалистом и участвует в процессе, достаточно часто встречается в профессиональных услугах. Вот есть шеф-повар, или главный хирург в бригаде. Есть книжка такая Дэвида Мастера, я здесь ее не привел, которая называется «Компания, оказывающая профессиональные услуги». Там в принципе вся эта тема, что если человек, который этим занимается, управляющий партнер, он является и основным техническим специалистом, и растет вес по карьере. А все остальные растут с ним. То есть это достаточно частая практика и правильная практика для компаний, оказывающей профессиональные услуги. Из минусов они понятны. Первое, что называется, что сложно искать хорошего руководителя. Но, на мой взгляд, найти хорошую пару продакт-тоунеров и скромастеров еще тяжелее. Потому что их, во-первых, нигде не учат. Во-вторых, давайте задуматься, кто такой скромастер. Это человек без полномочий, с потрясающими коммуникативными навыками, с красноречью убеждать, и с очень маленьким эго, чтобы не пытаться свои решения как-то продавить в этой ситуации. Причем есть подозрение, что люди, которые замотивированы на результат проекта, хотят все-таки видеть свой результат в этом проекте. И поэтому люди, которые в одной момент достаточно искренне вкладываются в эту ситуацию, но при этом на обсуждениях потом сам отходят в сторону и пытаются протынуть чьи-то другие решения. Очень сложно найти такого человека. Можно, но я думаю, что найти хорошего качественного руководителя, который не имеет ограничений и понимает культуру agile, гораздо проще. А второе, значит, ну понятно, чего мы боимся, значит, что у нас будет руголосый шеф, который ничего не понимает в этой ситуации и который будет мешать просто команде. Я считаю, что эта проблема отделения, она просто маскируется, все равно надо взаимодействовать. То есть если у вас проблема, есть деструктирующий элемент, просто замените его, перевоспитайте, наймите нормальных менеджеров. Это более правильная схема, чем пытаться это экранировать и по сути дела маскировать эту проблему. Еще есть некоторое понимание, что на самом деле работа продукт-тоунера в сети заказчиков, скармастера внутри команды, она очень похожа. Понятное дело, что продукт-тоунер по отношению к команде несколько более высокую, другую позицию занимает, чем по отношению к заказчикам, но тем не менее навыки, которые базовые знания и умения, они общие. Вот мы здесь их выписали. Значит, у нее должно быть системное мышление, у нее должна быть эмпатия, это возможность встать в позицию другого человека, понять его, понять его точку зрения, воспривести, прочувствовать. У нее должны быть хорошие коммуникативные навыки и у нее должна быть активная жизненная позиция. Слушайте, это такой быстрый вопрос. Поднимите в руки, кто может выполнять роль продукт-тоунера и скармастера одновременно. Легко, без всяких проблем. Так, довольно много таких. А кто считает, что он не сможет? Он в одной из этих ролей, но не сможет. Примерно столько же. Чуть ли не те же руки. А кто пробовал? Кто пробовал и не получилось, да? Окей. Слушайте, я хочу другую историю рассказать. Тут, кстати, мы с Мишей не во всем согласились, но мы в какой-то момент решили не спорить прямо на каждом слайде, иначе будет тяжело. Я дождался своего слайда, и смотрите. В принципе, есть продукт-тоунер, представьте себе, есть некоторая разработка внутренняя в большом каком-то холдинге. Есть продукт-тоунер, выполнил роль скром-мастера для сразу двух команд. Он был продукт-тоунером команды заказчиков, там была какая-то куча неструктурированных и, в общем, достаточно агрессивно настроенных по отношению к друг другу людей, которых еще надо было превратить в людей, которые ориентированы на общий результат. А это задача скром-мастера. Плюс такая же неструктурированная группа обоутов еще и с двух разных стран. Это тоже нужно было превратить в команду. У него был скром-мастер в этой команде, но он носил с моей точки зрения номинальный характер. Человек, который, знаете, бумажки там, ну, понятно, да, там burn-down chart нарисовать. Чай-кофе. Чай-кофе. Да, раб команды. Да, какой-то вот такой секретарь. Секретарь команды. И вот что получается, смотрите, в такой конфигурации. У нас есть продукт-тоунер, который одновременно выполняет две роли. Я при этом не убежден, что у нас нет конфликта между продукт-оунером и скром-мастером в случае, когда ваш продукт-оунер это человек, которому приснилась ночь гениальная идея по новому продукту, который является визионером, который эту идею тащит на себе, на рынок, и никто в эту идею не верит, кроме него. Вот он получил команду, ну, по крайней мере, серьезных людей, сами понимаете, каких, да? И тогда, может быть, это действительно шизофрения, да? И тогда, может быть, нужно эту вещь разделять. Но я не уверен, что это надо разделять заранее навсегда, сказать, что продукт-оунер никогда не должен быть скром-мастером. Или продукт-оунер всегда должен быть скром-мастером. Все действительно зависит от той ситуации, в которую вы попали в конкретный момент времени. Я думаю, что раб команды, правильно говорить, корпоративный дух. Корпоративный дух? Хорошо. Супер. Тим-лид как опор скром. Еще один пример расскажу. Смотрите, прихожу я как-то в одну команду, в компанию, а там тим-лиды есть. Вроде скром, лежал, все как полагается, есть тим-лиды. Я же знаю, что тим-лидов не должно быть в скроме. Это же нехорошо. Вот лет каких-нибудь несколько назад я бы сказал, что-то херня какая-то. Вы неправильно делаете скром. Дайте-ка я вам поправлю. Мы сейчас тим-лиды всех расформируем, чертовой матери. Зачем они там нужны? Ну, я... Что? Нет? Вот. Да, и получилось, смотрите, получилась какая ситуация. Мы потом начали... Я как-то по привычке собираюсь скром-мастеров, мы начинаем обсуждать проблемы, а там проблемы такие, знаете, серии. Вот колбасу, не завозят постоянно. Еще вот такого типа по уровню проблемы. А я потом собираю тим-лидов этих команд. И они такие, какого черта? Нам требования поставляются несоответствующие... То есть у них что-то такое разумное, действительно, на правильном уровне. Я просто, окей, будем работать с теми, кто понимает, что на самом деле нужно для команды, для продукта. Здесь еще одну важную вещь. У меня нет про это слайда, но я хочу сказать, смотрите, я не хочу сказать, что скром... Ну, неправильно, что ли. Я хочу сказать, что индустрия поменялась. Когда я первый тренинг прочитал в 2007 году, рассказывал про скром, там было какая-то там, не знаю, шесть человек, которые там на меня смотрели как на идиота. Говорили, что самая организация команды какой-то нереальный бред. Мне удавалось за два дня их, в принципе, мнение перевомить. И они были все как один... Им было понятно, что единственный человек в команде, кто способен быть скромастером, это я, руководитель этого направления. И мне придется бросить свои дела и стать скромастером. Ну, правда, еще и продуктованером, потому что единственный человек, кто может быть продуктованером в этой команде, это я. Так, я просто... Можно ли задать сейчас, мне кажется, что это сильная ситуация будет? Кто верит в самоорганизацию? А кто верит в самоорганизацию команды? Миша, лови взгляды! Да, да. Итак, что я хочу сказать? Вот ты меня сбил. Я хочу сказать, что ситуация поменялась. Произошла какая-то очень радующая меня гуманизация, население, не знаю, планеты или страны, люди по-другому стали к таким вещам относиться. Уже я не трачу полдня на рассказывание, что такое самоорганизация. Они спрашивают, как этого добиться. Им нравится идея. Они говорят, ну вот здесь у меня есть несколько вопросов. Они спрашивают конкретный вопрос. Я конкретный вопрос отвечаю, мы тратим 5 минут, двигаемся дальше. Ну хорошо, 10 минут. Но не полдня, понимаете? И выясняю... И мне кажется, что... И вот проблема часто бывает надуманная. Действительно, тимлид, который понимает, что такое скрам, и как мы сейчас делаем? Чаще всего мы говорим, ты работал по... Ты тимлид, например, да? Ты работал по скраму? Да, работал. Ну хорошо, будешь скрам-мастером. Ну потому что ты умный человек и работал по скраму. Хотя раньше бы я начал напрягаться на эту тему. Я знаю, как тимлиды, которые не работают по скраму, проводят дэли скрам-митинги. Что вы делаете, когда команда проваливает итерацию? Начинаете новый. Плюс один. А еще? Еще есть ответы, вопросы? Да. Наказаний? Мотиваторов. Оценок. Плюс может быть принят. Плюс может быть принят. Плюс может быть не зачтет. Это когда компания сделала. Когда приложила максимум усилий, то результат не устраивает. Понятно. Старалась, но не получилось. Не старалась, но не получилось. Не старалась, но получилось, да? Надо тоже разобраться, что такое. Окей, хорошо. А еще, есть еще? Я просто хочу больше. Ретроспектива? Типичный. Так, и что? Допустим, выяснили, более действительно причины что-то там случилось. Действительно более объективно причины. Ну, какую идею? Вот примеры идеи. И так сколько раз? Окей, хорошо. Откататься от итерации. Нет итерации, нет проблем. А зачем вы палите наши будущие слайды? Да, но на самом деле проблема с жестким коммитментом есть, причем это даже не сколько связано с итерациями, связано это даже скорее с оценкой. У нас есть разные команды, которые работают с разными заказчиками. Есть команды, которые работают с госзаказчиками, есть, которые работают с более расслабленными. И в тех местах, удивительный парадокс, что там, в тех местах, где нас требуют жесткие оценки, тем эффективность команды ниже. За счет того, что команда перезакладывается, перестраховывается, планирует много лишнего, чтобы не подставиться. И заказчики в результате остаются сильно недовольными. Я, соответственно, пытался понять, в чем же причина этой ситуации. То есть это просто медицинский факт, так оно устроено. Я пытался понять, почему. Получается, что такая ситуация, как в квантовой механике, что сам факт измерения влияет на то, с какой скоростью вы будете это делать. Вот Андрей Бибичев в 2011 году рассказывал Lighting Talk, правда называется «Пуассоновское горение сроков». Он рассказывал эту плотность вероятности, оценки, за сколько мы сделаем задачи. Вот есть точка оптимиста, это начинающий разработчик, говорит, что за два дня я по-любому сделаю, но за три, если учесть все риски. Это ситуация, которая никогда не случается. Дальше самая вероятная оценка, это вот здесь, которая дает опытные разработчики, говорит, ну, скорее всего, за денечек сделаю. При этом понятно, что вероятность фейла очень высокая по-прежнему, около 70%. И есть, значит, оценка типа перестраховка, 95%. Это вот если космос не рухнет на Землю, то мы точно сделаем. Это как раз умножить на пи, да. Вот, соответственно, команде, естественно, выгодно давать оценки типа перестраховка, они же хотят премию получать, и, значит, соответственно, ну и там какие-то другие вещи. Вот, причем вот такой реальный парадокс, ну, практически никогда не бывает, что если вы запланировали задачу за 100 часов, вы ее сделали за 20. Ну, где-то за 105, за 107. Вы все равно ее сделаете, ровно за то время, да. Работа занимает все отведенное под нее время. В результате такая команда переходит в такое расслабленное состояние, причем вроде как все напряжены, все считают что-то, а еще она не успевает. Ну, у нас это еще одно время был фокус-фактор, такая классическая ситуация, вот мы не успеваем, давайте поунизим фокус-фактор. Кто знает, что такое фокус-фактор? Поднимите руку. Хорошо. Забудьте. Я просто тут Асхат парил, что фокус-фактора с карами нет, и это вот я все сам себе придумал. Фокус-фактор. Давай дальше. Давай дальше. Все равно, даже когда мы делаем оценки типа перестраховка, 95%, все равно бывает ситуация, когда мы фейлимся. И тут заказчик у нас вспоминает все, что он про нас думает. Он подозревает, что у нас что-то не так. А тут у нас есть повод нас отодрать. Он говорит, ах вы скоты, вы же столько раз перезаложились, и все равно не успели. Команда сидит, думает, говорит, да, мы что-то не учли, давайте в следующий раз еще более длинные оценки дадим. Вот, на самом деле, а, есть, насколько у нас же принято, у нас в Аджайле принято обращаться к авторитетным людям. Вот есть статья появилась в 2012 году, что-то, по-моему, осенью. Какой-то, значит, тренер американский с Крама XP написал статью Stop Using Story Points, в которой рассказывал, значит, там буквально так говорю, что цитата оттуда, что мы считали Story Points и оценку де-факто частью Agile, которая зафиксирована всякими Agile инструментами, но всех, кого я типа знаю, разумных людей, кто практически пользуется скрамом, не использует оценки из Story Points. Есть такое авторитетное, опять-таки, руководство, в том смысле, что авторитетное руководство, судя по переводу. Это новая методичка. Оно более-менее, оно там в переводе, оно авторизованное на самом деле, но перевели как авторитетное руководство, то есть авторитетные люди написали серьезное руководство, что тут, что, я не понимаю, что вы занимаетесь тут обсуждениями какими-то. И вот в этом авторитетном руководстве говорится, что они в 2011 году поменяли. Понятие коммитмента вообще выкинули из описания скрама. Теперь команда не дает коммитмент. Кстати, по всем тем причинам, о которых мы говорили. Вместо этого мы даем форкаст. Видите, вот у форкаст 6 мэйчей, тут коммитмент not found. Команда дает форкаст. Как это выглядит? Я этот потырил, картинки на всякий случай, поэтому по английски. Уже это перевел. Не успеем все это делать в спринте, была куча срочных задач. Посидите вечерком, вы же обязались, я уже обещал заказчику. Ну да, мы вечерком посидим, но кому это надо вообще? Это никому не надо, понимаете? Это никому не надо. Нет людей, которые от этого в пользу получат. Надо бы еще пару дней потестировать все, проверить. Нет, мы тогда не успеем выполнить свои обязательства. Кого мы при этом облагодетельствовали, тоже непонятно. Я тебе скажу, кого. Если вы занимаетесь то, чем никому не нужно, зачем вы этим занимаетесь? На самом деле, как мы решили эту проблему, нам же не сказали, авторитетные люди не написали, что надо уже отказаться от коммитмента. Ну, вообще ситуация, когда, грубо говоря, продукт-онер обязуется перед чем-то заказчиком, а команда ничем не должна, она просто делает и предсказывает, что она что-то сделает. А у вас там, например, инструкция ЦБ новая вышла, которая к первому числу нужно выяснить. А вы говорите, ну, мы попробуем что-нибудь сделать. Мы так оцениваем, что скорее всего что-нибудь сделаем. С чем мы на тему, как мы выкрутили ситуацию? Мы поделили скоп итерации на три части. Она называется «Сделать кровь из носу». Ну, то есть если она не выполнена, это фейл-фейл. Значит, вторая называется «Крайне желательно» и третья «Бонус». Итерация считается успешной, если сделана кровь из носа, и большая часть из «Крайне желательно». Соответственно, мы понимаем, что там… Причем и сроки итерации тоже не фиксированы. Мы назначаем какое-то время, дальше начинается ход итерации, продукт-онер смотрит, что происходит на daily scrum или еще как-то, и может говорить, «Ну, давайте эту задачу выкинем, эту поменяем, либо давайте на два дня увеличим скроб». У него есть некоторая гибкость, он может договариваться с заказчиком и на эту ситуацию более гибко влиять. Вот. Ну и оценку мы не производим, мы говорим, что просто команда подписывается на скроб итерации целиком. Да? Да. Ну и все. Или… Ну, тут вот какая-то хигня. И начинается… Ну, тут мы не очень с Мишей согласны, но просто спорить… Когда начинаем спорить, занимает час, поэтому спорить не мы. Можно, в принципе, сделать по-другому. Взять и сказать, у нас есть форкаст, никто по большому счету от вас ничего не требует. От Миши… Миша хочет справедливость, он считает, что это продукторно отвечает, команда не отвечает. Я считаю, что справедливость вообще вещь недостижимая, по большому счету. Поэтому, когда продукторно отвечает, команда не отвечает, а просто форкаст делает, это нормальное. Просто кому-то не повезло, кому-то повезло. Жизнь она такая. Не повезло продукторно, понятно, по определению. Но, в конце концов, за это денег больше получат. давай я тебя возьму на работу продукторно. Тебе денег не хватит. Мы договоримся. А команда будет составить… Форкасты. Второй вариант, кто-то уже предлагал, не хотите итерации, не хотите коммитментов, не хотите планов. Как дофига вам вообще скрам? Возьмите какой-нибудь канбан, используйте канбан, там есть все, что вам нужно. На самом деле, вот когда мы с Мишей говорили, он сказал, а в канбане же этого нет. Я говорю, давно уже есть. А вот этого нет. Люди же, когда канбан пробовали, они же на все на это натолкнулись, то, что же не идиоты это все пробовали. Они все это уже придумали, там все уже воткнули, там все уже работает, и бери, используй, и поднастраивай под себя. Еще один слайд на эту же тему. Значит, смотрите. Коммитмент все-таки, ну, не совсем, прям совсем исчез. Прогнозируем успеть PayPal виза Амекс в спринте. Да, и мы обязуемся улучшить варианты оплаты на сайте. Да, вот это классно. Можно взять одну конкретную цель, на которой мы фокусируемся, на которой мы можем закоммититься, в том числе перед заказчиком, и что-нибудь из нее сделать. Мы что-нибудь сделаем вам, любимый заказчик. Нужно ли запрещать закрепление задачи за исполнителем на этапе планирования? Нужно. Не нужно. Почему? Не-не, имеется в виду, когда руководитель закрепляет задачу на руководителем, на исполнителем. Когда говоришь, вот сейчас разговор идет именно, когда руководитель говорит, а вот эту задачу будет делать Вася. Так не бывает, хорошо. Что? Вот смотрите. Да, давайте двинемся дальше. Ну вот, значит, одна история, да, я просто рассказывал Аскату, а как? Ну, Scrum же кучу вещей оставляет за скобками, потому что, ну, какие-то умные как-то разбираетесь, надо же там персонал растить, надо там оценку давать, зарплату как-то выплачивать. Ну, это все не интересует мелочи, Scrum не беспокоит. Ну, вот одна конкретная ситуация, да, вот у нас есть команда, хорошая команда, и у нас есть отличный product owner, и мы его там никому не говорим, знаем, что хотим его увести на другой проект. А в команде есть два человека, которые могут быть потенциально заместителем руководителя. И мы не знаем, кого выбрать, мы хотим попробовать их на реальных задачах приближенных бизнеса. Да, мы хотим, чтобы конкретно там Петя, например, сделал презентацию заказчику. Или, например, попытался что-нибудь понаставничать кого-то, или написал какую-то там, я не знаю, текст, документ, дизайн, что угодно. Мы хотим проверить, способен он это сделать или нет, через производственную деятельность. Мы в этом команде. Ребята, мы сегодня устраиваем выборы руководителя. Вы, пожалуйста, не берите эти задачи, пусть их делают Вася и Петя. То есть на самом деле дофига из всякого контекста, куча всяких вещей, по которым вам правильно и эффективно закрепить задачу на исполнительном. Не означает, что это надо делать всегда так, и что это должно быть стопроцентная ситуация, но иногда надо понимать, что многие вещи, как проверка квалификационного роста, вы нахотите, например, чтобы Петя начал разбираться в базах данных. Дайте ему задачу с базами данных. Вы, конечно, можете там прийти всей команде и рассказать, что Петя хочет заниматься базами данных. Тут сразу же Вася встанет и скажет, что он тоже хочет заниматься базами данных, а вы сейчас этого почему-то не хотите. Соответственно, ну, например, потому что вы заранее знаете, что он не справится. Соответственно, бывает ситуация, когда вам нужно очень срочно сделать такую-то задачу, и вы понимаете, что вот там конкретно человек ее сделает хорошо. И вам настолько важны сроки, что вы просите именно этого человека это сделать. А бывает ситуация наоборот, что вы понимаете, что человек этот вот этот хорошо знает, а все другие плохо знают. И это как раз более-менее хорошо решает скрам автоматически, но тем не менее вы можете просто подстраховаться, вы подозреваете, что там Семен свалит очень быстро. И вам нужно срочно, чтобы кто-то кроме него понимал этот кусок задачи. И поэтому просите кого-то другого явно, чтобы он эту работу взял и выполнил. Ты что, скажешь? Нет, не скажу. Ну, мы с Мишей не договорились, честно скажу. Потому что, мне кажется, с точки зрения долгосрочной эффективности, конечно, понижает эффективность команды, поскольку поражает довольно много каких-то не очень красивых конфликтов с точки зрения команды. То есть у нас везде скрам, но вот здесь какой-то он такой вот, знаете. Не, ну надо понимать, что это сам. То есть еще раз, не все как бы вот эти потроха надо в команду скидывать, они не должны все знать. Вот я как раз вот этого хотел избежать, поэтому давай двинемся к следующему слайду. То есть мы с ним долго довольно спорили, но не договорились. Может ли инкапсулированная команда повышать свою эффективность? Скапсулированная, значит, ну понимаешь, что такое инкапсулированная. Замкнуя саму на себя без каких-то достаточных внешней информационной информации сама себя лучше. Противоречит, да? Не может, ну отлично, молодцы. Да, на самом деле действительно вот эти все ситуации с ретроспективами, особенно когда туда не звали продакт-оунера, поначалу его же надо, он же придет, всех начнет рассказывать, как надо себя вести. Ну то есть команды чаще всего не в состоянии себя правильным образом запрограммонизировать. Более того, значит, ну то часто вот нас на ретроспективах одно время обсуждали ситуацию, что-то Вася много курит, давайте купим ему трубку. Или такого рода, значит, всякие заявления. Вот, соответственно, большинство действительно решений, которые можно повлиять на ситуацию, они обсуждаются все-таки вне команды. Вот они тут некоторые привязаны, то есть некоторые инструменты что-то серьезно поменять внутри в процессе, наиболее эффективно, они находятся снаружи команды. Значит, смотрите, я просто пример тоже приведу, который я не совсем согласен опять-таки, но я хочу пример привести, который вот позволяет вам посмотреть, может, на проблему сразу сразу. Была одна трудная команда, которая ретроспективы ненавидела. Вот реально не любила. Они говорят, что лучше бы мы пошли по кодили и так далее. И мы взяли вот главного человека оттуда, ключевого человека, темлида, считайте, да, и с ним поговорили. И он сказал, и вдруг он молчал на ретроспективе почти всегда, и у него было такое лицо. Ну, вот такое, знаете, вот бывает такое лицо. А мы его вытащили на 1.1, говорим, ну, со скромастером. Ну, и он родил гениальную идею. Он сказал, слушайте, а давайте будем проводить три разных ретроспектива. По качеству, ну, это конкретные, понятные вещи, да, с архитектурой, с качеством, с автотестированием, продакт-тоунер. Продакт-тоунер приходил, рассказывал, что ему не нравится, и они придумывали, как это, как это спорить. Например, он говорил, к концу итерации приложения плохо протестировано. И они придумывали, как сделать так, чтобы в следующей итерации к концу итерации приложения было лучше протестировано. Ему казалось это полезно. Но он признал, что иногда психотерапевтические, как он назвал, ретроспективы тоже, ну, знаете, психотерапевтические, это когда люди, вы собираете, да, и начинаете по кругу. Какие у тебя проблемы? а у тебя какие проблемы а у тебя какие проблемы я немножко сейчас утрирую конечно этот команда может какие-то проблемы ведь но для этого ей нужна обратная связь она должна знать что происходит на рынке на у заказчика у других команд она должна эту информацию владеть фактически на основании ей предлагать вещи которые что-то позволяет исправить хотя какие-то вещи изнутри я не считаю что психоапевтические не нужны вообще но интересная идея разделить и попробовать оценивать эффективность ретроспектив по отдельности мы же можем посчитать сколько у вас поинтов было закрыто по каждой из этого типа ретроспектив и посмотреть что из этого работает что из этого не работает я вообще не хотел этот файл вставлять миша его насильно засунул ну как мы хотели пообсуждать последний практически слайд предпоследний но давай я скажу смотрите есть некоторый баланс между делайте что хотите и команд контрол то есть мы говорим представьте приходите вы такие в ребят в команду где вообще ничего нет никаких процессов нет и начинаете зачитывать имиджа в манифест вы говорите там рабочий код важнее там документации мы езжаю говорят они и там отношение с заказчиком важнее там следование план да у нас нет плана все хорошо они говорят мы вообще и джайл мы круто молодцы ну ну конечно это клёво и наверное логично но может быть вы не с тем манифестом пришли манифест это всегда что-то против против как к манифест коммунистической партии он против капитализма он не за чего-то позитивное он против чего-то и нам нужно всегда соблюдать какой-то баланс между делаете что хотите команд контрол но в любом случае это не означает что мы призываем команд контрол да это вот здесь просто догматичность излишняя может быть какая-то вот пуризм я бы даже сказал в конкретной ситуации в ситуации например когда у вас заказная разработка правоиспечения с русскими заказчиками напоминаю да это их особенности она накладывает правильные ограничения и пуризм просто порождает бессмысленное количество безумных никому не нужных конфликтов скрома тоже может быть много да да это тоже пропустим а давай вернем то есть это вот как это из методички из одной насчет как раз скромтрековская но она отличается от всех от других методичков вот этим вот как бы на второй страничке написан вот этот текст вот соответственно пункт последний самый главный то есть догматы догматами жить вам с этим все равно вам они agile консультантом да окей значит слушайте у нас сейчас будет у нас сейчас будет с вами как что-то панелька называется панелька это когда мы ключевых чуваков сюда вызываем и начинаем задавать им вопросы вы можете любой вопрос задавать посмотрим как они будут выкручиваться призывая вопросы максимально троллинговый задавать я первый вопрос как хочу знать устаревали скром я просто пример приведу рейсберндаунчарт какой учебка какой нафиг рейсберндаунчарт мы лизимся блин раз в неделю какой релиз берндаунчарт трехмесячный роль продакт оунира nokia может быть мы как-то по-другому должны рассмотреть потому что не везде это продакт оунир занимается тем чем занимается он скрами я не знаю один скромастер вот был пример про а почему не несколько скромастер почему не распределенный Почему не ратирующийся скромастер? Фиксированная итерация. Ну, это вообще отдельный вопрос. Ну, наверное, да, но если мы ничего не оцениваем. Например, как нам говорят, уже story point не нужно, если мы ничего не оцениваем. Зачем нам канбан договорят? Ну, может быть и канбан. Может быть и канбан кто-то ответит. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Как мы поступим, Никит? Мы сейчас проведем? Не вставая, так сказать, с места. Кнопку нажми. Тут есть специальный еще один слайд. А, еще один слайд? А, да. Для тех людей, кто отчаялся в той деятельности, в которой он занимается, разуверился, вот специальный слайд. Когда Миша показал этот слайд, меня отпустило немножко, понимаете? Спасибо.